В этом ролике я включу 20 лампочек разных видов и конструкций, измерю их реальное потребление электроэнергии, измерю освещенность и в конце сделаю выводы. Приборы, которыми буду пользоваться в процессе измерений. Во-первых, это люксометр фаза, модель LX1010B с выносным датчиком. Вот, включаем, и он начинает показывать значение освещенности. На столе он у меня показывает 550 люкс. Берем таблицу рекомендуемых значений освещенности. Ссылку я оставлю в описании. И смотрим. Допустим, у меня производство и 550 люкс это примерно соответствует визуальной работе на производственном линии. Далее буду использовать ваттметр. Он довольно многофункциональный, тут разных всяких фишек много. Мы будем использовать его, чтобы он показывал нам, сколько потребляет прибор. Пирометр будем измерять нагрев лампочек, источников света. От минус 50 до 380 градусов. Ну, а также мультиметр и токовые клещи от производителя B-Side. Приступаем. Ну и начать хотел бы с лампочки накаливания. Все мы ее знаем, все ее видели прекрасно. Давно она уже работает, конструкция не менялась уже больше 100 лет. Вкручиваем в патрон. Выключаем верхний свет. Вот так. Очень красиво она горит. Потребляет она 42 ватта при заявленных 60. Напряжение 242 вольта. Сейчас я ее подвешиваю. Все измерения я буду проводить, подвешивая источник света на высоту 1 метр. И выдает эта лампочка около 100 люкс. 98-97. Так, сейчас она уже прогрелась. Измеряем ее температуру. Вот лампочка греется. Больше сотни градусов, 130 градусов, 140 градусов. Очень горячая, руками лучше не трогать. Следующая на очереди вот такие две светодиодных лампочки. Самые обычные, которые можно купить в любом хозяйственном магазине. Обе по 12 ватт. Но одна из них, цветовая температура у нее 6500 кельвинов, холодный свет. А вторая 3000 кельвинов, теплый свет. Так, вкручиваем лампочку. Это теплый свет. Подвешиваем ее на высоту 1 метр. Выключаем основной свет. Смотрим. Потребляет она 10,9 ватта. И освещенность дает 320 люкс. Вкручиваем вторую лампочку. С температурой 6500. Она потребляет 11,2 ватта. Но вот освещенность дает она уже почти 390-380 люкс. Значит, что мы можем сказать. То есть, лампочки с холодного свечения дают большую освещенность. Погорела лампочка 3 минуты. Сейчас хочу измерить ее. До скольки она нагрелась. Вот сама лампочка нагрелась до 35 градусов. А вот сбоку ее железка, там где находится вся электроника, до 52. В принципе, чувствительно, конечно, в руках. Но не обожгешься. Следующая лампа компактная и люминесцентная. Они как бы уже почти совсем вышли из оборота. С приходом светодиодных ламп. Но еще кое-где встречаются. Они слишком неудобные. Ртутно наполненные. Их надо специальным образом утилизировать. Не то, что светодиодные, просто в мусорку выкинул и все. Включаем. Это лампа теплого цвета. Вот видно, что она потребляет. Ну и как и заявлено, в общем-то, 45 ватт. Теперь смотрим, какой она дает освещенность. 45 ватт дает 460 люкс. Погорела лампа несколько минут. Измеряем ее температуру. Сама колба лампы нагревается где-то до 66. А дроссель ее практически не нагревается. То есть, да, такая... А вот даже вот до 70 уже нагрелась. Довольно горячая. То есть, в руках ее держать некомфортно. Следующая лампа вот такая светодиодная. 30 ватт. Температура 6500 кельвинов. 550 люкс. Опотребляет всего 20 ватт при заявленных 30. Это гораздо меньше. Погорела лампа несколько минут. Измеряем ее температуру. Можно сказать, что лампа совсем не нагрелась. Наверное, благодаря вот этой такой большой колбе. Следующая лампа вот такая вот. Светодиодная, здоровенная. Заявлено 50 ватт, 4000 кельвинов. Ну, подавычный патрон Е27. Вкручиваю. Ярко светит. Подвешиваю. Так, при заявленных 50 лампа потребляет 44 ватта. Освещенность выдает 1300 люкс. Очень яркая. Здесь вот мне кажется, она какой-то слишком яркой. Вот сейчас я тут стою на рабочем месте. Маленькая лампа накаливания. От Осрам. Сделана во Франции. Заявленных 60 ватт. Включаем. Смотрим. Потребляет она 66 ватт. А освещенности дает 153 люкса. Очень-очень мало. Тусклый свет. Большое потребление. Плюс, наверное, ко всему еще она очень горячая. Немного экзотики. Из моей коллекции. Лампочка накаливания на 500 ватт. С Соколем Е27. Вот какая она красивая. Какая у нее длинная вольфрамовая нить. И крепление ее. Вкручиваем. Ох, какая яркая. Сразу обдала меня жаром. Но она рассчитана на использование с керамическим патроном. Но ненадолго я включу ее. В пластиковый патрон. Подвешиваю на высоту метр. Выключаю основной свет. Потребляет она 576 ватт. А освещенность дает 1400 люкс. Но жару она дает еще гораздо больше. Даже боюсь ее в руки брать. Касаться ее. 200, 300, 300 градусов лампочка. В некоторых местах. Ой-ой-ой. Тут уже начал патрон дымиться. Оплавляться. Настолько она горячая. Еще немного экзотики. Лампочка галогеновая с соколем Е27. Вот она называется. Производитель. Эколус. 42 ватта. Вкручиваем ее. Ну, не очень яркая. Реально потребляет она 48 ватт. А освещенность дает. Как обычная лампа накаливания 60 ватт. Галогенная лампа. Эти лампы появились у нас с приходом моды на встроенные светильники. Они были разные. Там 35 ватт, 50 ватт. Они обладали кучей недостатков. Большое потребление. Сильно грелись. В потолках из панели, из пластиковых, я видел даже такие прям черные пятна она прожигала. Но благо на замену им сейчас пришли светодиодные. Смотрите, неплохую освещенность она дает. Но это она точечно. Она точечно светит. Почти на датчик. Из-за этого получается, что у нее неплохая освещенность дает. На самом деле света тут не очень много. Опотребляет она при заявленных 50 ватт. Аж 81 ватт. Но это, я думаю, также связано из-за того, что у меня тут в сети 240 вольт. Очень горячая. Опять ее, чтобы не трогать. 150 градусов. Ну, где-то, даже на максималочке 190 градусов. Очень горячая. Вот это вот и прожигало потолки людям. Лампа декоративное пламя. С патроном Е27. 220 вольт. Третий квартал 1975 года. 1 рубль 20 копеек. Вкручиваю ее. Ну, очень неярко светит, как свечка примерно. Даже вот выключу свет. Ну, очень красиво. Такое красивое мерцание. Сколько она освещенность дает. Датчик даже не воспринимает. С расстояния метр. Вот, если вплотную приблизить к датчику, то показывает 10 люкс. 10 свечей. Но лампочка очень красивая. Светильник светодиодный. Такой ставят в подъездах часто. Вот заявленных 6,5 ватт. С матрицей. Включаю. Ну, светит слабенько. Так. Потребляет он реальных 8,1 ватта. А освещенность дает 254 люкс. Снял плафон. Включаю. Так. А без плафона он уже выдает 350 люкс. То есть соточку люкс отъедает плафон. Лампа люминесцентная 11 ватт. Температура 6400 кельвинов с патроном G23. И светили к ней. Такие раньше часто применялись в подъездах. Да и сейчас много где и висят. Вот у меня такой трансформатор кондовый. Так. Включаю. Эти лампы они в холодную погоду. И вообще при низкой температуре очень-очень долго разгораются. Вот они еще видно мерцают очень сильно. Поднимаю на высоту 1 метр. Выключаю основной свет. Так. В реальности они потребляют 18 ватт при заявленных 11. А освещенность дают 167 люкс. Снимаю плафон. И начало меньше показывать. То есть патрон как-то рассеивает свет. То есть с плафоном чуть побольше освещенность. Вышел на улицу измерить сколько же наше солнышко дает освещенность. Я сейчас на широте Минская область нахожусь. 3 часа дня 10 июня снимаю. Вот. 96 тысяч люкс. Солнце без облаков. Лампочка накаливания. С патроном Е14. Такие или подобные используются в холодильниках или где-нибудь в подсветках раньше использовались. Но сейчас чаще в холодильниках. Потребляет она 15 ватт заявленных. Вот. Очень слабенько горит. Сейчас выключаю основной свет. Потребляет она 22 ватта из заявленных. А освещенность дает 35 люкс. Ну, видно, для холодильника хватает. Лампа накаливания 1000 ватт. Распаковка и обзор у меня есть на канале. Ссылка в описании. И вот в правом углу здесь я просто хочу ее включить и измерить освещенность. Ой, сразу с жаром обдало. Очень горячая. Так, поднимаю ее на высоту 1 метр. Освещенность 4700 люкс. Реальное потребление 1118 ватт. Дуговая натриевая лампа ДНОАТ на 250 ватт. Такие лампы устанавливаются на освещение улиц, трасс. Светят таким желтеньким светом. Но сейчас их повсеместно заменяют на светодиодные, что на мой взгляд не очень хорошо, потому что эти лампы они ну очень долговечные. Из заявленных 10 тысяч часов она может гореть дольше и дольше, а потом замени лампочку и дальше гореть. А эти светодиодные, они как едешь где-нибудь смотришь, она моргает, моргает, моргает. Эти моргать не будут. Вот я собрал здесь такой стендик из трансформатора, импульсное зажигающее устройство, конденсаторы, чтобы зажечь ее. Разгорается они долго, но зато как разгорятся, очень хорошо горят. Включаю. ой, загудела. Сразу при пуске потребляет 135-140 ватт. Разгорается. Сильно она не светит, пока что разгорается. Вот она, свет желтеет. все ярче становится. Но потребляет по-прежнему 135 ватт. 140. Да, есть у нее небольшой недостаток, что она мерцает, но в реальной жизни этого почти незаметно. так, начал все ярче разгораться. Я одеваю тут очки, потому что уже довольно светло становится. Люксомер уже показывает 1900. Сейчас выключу основной свет. 170 ватт. пока еще не сильно нагрелась. Но эти лампы, они очень сильно греются. Ну, она очень-очень яркая будет, потому что они же светят с высоты опор, с высоты 7 метров бывает, и даже выше, если на трассах где-то эти лампочки там и 9 метров, и 11 метров. Ой, мне уже даже тут через очки глаза слепят. Настолько ярко. Ну, видимо, лампа уже все на свое рабочее положение вышла. 350 ватт и 7200 люкс. Температура еще раз замеряем. 260 градусов где-то. Тут, наверное, в кадре уже ничего не видно. все моргает, все мерцает. Думаю, на этом уже можно остановиться. Дуговая ртутная лампа ДРЛ наряду с ДНТами использовалась раньше, ну и сейчас кое-где еще осталось, висит для освещения дорог, парков, площадей. Светит она белым светом. Получается это у нее благодаря тому, что внутри находится колба, которая излучает жесткий ультрафиолет. А внутри здесь нанесен люминофор, который отсекает часть спектра и остается только белый. То есть, ультрафиолетовый не проходит через этот люминофор. чтобы зажечь ее, у меня есть вот такой светильник кобра. Наверное, я сейчас его включу и измерять буду не сверху вниз, а снизу вверх. Ой, как она гудит. Сначала загорелась желтым. Так, сейчас она разгорается. Так, и пока что она показывает освещенность 36 люкс. Потребляет 93, 92 ватта. Так, освещенность все увеличивается по мере прогрева лампы. Потребление 92 ватта. все, лампа вышла на рабочий режим. Потребляет 300 ватт, освещенность 2600 люкс. еще раз измеряете температуру. 240 градусов в рабочем режиме. Переходим к выводам. Подготовил таблицу, куда занес все данные измерений. Можно смело сказать, что лампы накаливания сильно устарели и покупать их нет смысла совсем. При четверо большем потреблении дают в три раза меньше освещенности. Диодные лампы довольно дешевые и можно подобрать температуру свечения. Стоит еще упомянуть, что лампы холодного свечения более яркие, но себе домой я выбираю среднее значение 4000 кельвинов. Особняком стоят филаментные лампы, так называемые лампы Эдисона. Для интерьерной подсветки интереснее, на мой взгляд, смотрятся лампы накаливания, а не светодиодные. Люминесцентные лампы, хоть они и довольно долговечные, но имеют такие недостатки, что лампу нужно специально утилизировать, и они в холодных помещениях долго разгораются до рабочего режима. Для улицы я бы все-таки предпочел оставить морально устаревшие лампы Эдинаат. Они долговечные, лампы заменяются быстро. Светодиодные светильники, хоть и хороши по цветопередаче, но очень недолговечные. По моим наблюдениям, работают буквально полтора-два года, а потом начинают моргать. Вот то, о чем я говорил. Два года назад на этом пешеходном переходе повесили светодиодный фонарь, и вот уже неделю он моргает. А на другой стороне дороги повесили другого вида светодиодный фонарь, но он пока еще работает. Еще хотел бы добавить про наше световосприятие. Самая мощная лампа, которую я включал, это ДНААТ. Она дает освещенность 7200 люкс, и рядом с ней находиться очень тяжело, кажется, что сейчас ослепнешь. А вот солнце, которое дает освещенность 96000 люкс. Воспринимается вполне нормально и приятно. Кто знает, с чем это связано, пожалуйста, отпишитесь в комментариях. Ну и бонус для тех, кто досмотрел. Самолетная фара LFSM 28600 плюс 180. Выпущено четвертый месяц 90 года. двух обмоточная на ближний и дальний свет. Но питание у нее 28 вольт. У меня нету такого источника на 28, чтобы ее запитать. Зато есть два аккумулятора по 12 вольт. сейчас я их соединю последовательно и у меня должно получиться 24 вольта. Соединил аккумуляторы последовательно просто на проводочек. 23 вольта последовательно получилось. Аккумуляторы уже старенькие, уже подсевшие. включаем. что, включаем. Ой, как она ярко разгорелась сразу. Сейчас померяем силу тока, которую она потребляет. Это наверное на дальний свет включил. сила тока 18 ампер. 18 ампер она потребляет при 24 вольтах. Уже аккумуляторы зашумели, закипать начали. Сейчас померим сколько она на расстоянии метра бьет. Отвел датчик 8000 8000 люкс. Ой, какая она горячая. Сейчас еще температуру измерю. Температура 90 градусов. 92 градуса. Аккумуляторы уже сильно уже запах стали издавать. Вот этот кислотный. Уже булькают, прям слышу, бурлят. Тяжело им 18 ампер выдавать. Бонус номер два для тех, кто досмотрел. Включаю ночью самолетную фару. У нее очень специфически узкий луч. Но вот на двух аккумуляторах на 24 вольта бьет ну где-то километр на полтора. включая включая лампу накаливания 1000 ватт. Вот пристроил ее в такой отражатель. Сейчас пробую поворачивать. но эта лампа не сильно далеко бьет. Может быть потому что у нее отражателей нет. Может у нее такого свойства нет. Недалеко вот прямо перед собой ну может быть на метров 30 отлично видно. здесь очень все ярко. Гаражи видны. Но на этом все. Лайк за годный контент. лампу 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 лампу